здравствуйте дорогие друзья приветствую вас в очередном моем видео из последней поездки во львов мы сейчас находимся на улице краковской и приближаемся к очень такому замечательному знаменательному месту это вход в армянский собор вот здесь такой вход хотя сама сам собор находится на улице армянской но вход в него от улице краковской и вот сейчас мы с вами сюда заходим и сразу же видим вот такие старинные плиты по обеим сторонам входа храм очень и очень старинный и говорят что армяне присутствовали уже в этих местах даже в момент как в те времена когда основали город львов и в войсках данила галицкого и его сына льва также присутствовали армянские отряды так что армяне на этих на этих землях присутствует очень и очень давно за все эти годы храм обновляли несколько раз и он в себе как бы соединяет и восточную культуру и западноевропейскую очень и очень красивый костел красивый храм и скажу вам что я так слышала мне рассказывали что в реставрации этого храма большое большое участие принимал сам шарль ознавур который является по происхождению армянином и говорят даже приезжал когда-то на открытие этого храма но это было же очень и очень давно как видите сейчас тоже ведутся реставрационные работы но красоту этого места и такое величие можно оценить уже сейчас по достоинству сохранилась легенда почему храм построили в этом месте на месте этого этого собора когда-то был сад и в нем росла айва и вот когда разделяли плотно две части то на косточке появился крест и вот один богатый армянин посчитал что это такой знак от господа и в этом месте возвел такое прекрасное сооружение а мы с вами продолжаем двигаться по старинной части львова сторону самого центра площади рынок и давайте пройдемся с вами и посмотрим что же предлагает нам город во время прогулки как видите много очень много разных кафе ресторанов находится на улице дома уже большинстве случаев отреставрированы коммерция во всю вот и конечно же много очень сувенирных магазинов для туристов для гостей города куда можно зайти купить что-то себе на память вот давайте зайдем посмотрим в этот магазин как его сделали внутри вот здесь такие произведения как стать местного творчества конечно же это все квартиры которые сейчас выкупают и переделывают вот в такие магазины иногда старые магазины переделывают но очень и очень часто ликвидируют квартиры и в этих местах делают вот такие магазины посмотрите как красиво отбили отбили кирпич такое ну как сказать такое представление средневекового места сейчас на улицах очень много туристов очень много гостей все везде кипит все везде двигается очень очень много народу вообще вот так пройдешься здесь и по этой атмосфере даже не скажешь о том что происходит сейчас в стране обычный такой европейский туристический город вот мы с вами плавненько выходим к площади рынок и и вот это на углу сейчас ну такой бар можно сказать с пивом это большое большое такое касаясь заведения называется театр пива вот площадь рынок перед вами городская ратуша и вот здесь этот театр пива раньше в этом помещении был универмаг но потом его выкупили сделали вот такой театр интересно сделают ли когда-то где-нибудь театр водки или театр коньяка а вот здесь такое театр пиво но я не любитель алкоголя не любитель пива поэтому театр такой меня не привлекает вот статуи на фонтане закрыли сейчас и покажу вам немножко немножко покажу вам пройдемся по площади рынок здесь сейчас такая пешеходная зона отреставрированные дома здесь есть и музеи века музей который я показывала в одном из предыдущих моих роликов исторический музей в двух частях есть итальянский дворик все это находится здесь на площади рынок обрати внимание что все дома имеют только по три окна выходящих на площадь почему так да потому что раньше только так и разрешали построить дома в основном по три окна выходящих сюда чтобы больше помню там была своя к этому причина и также сколько этажей можно было построить дом тоже были правила не то что сейчас когда строят дома совершенно не соблюдают никаких правил и строят где хотят сколько хотят и в каком стиле хотят короче сейчас это как говорится вольная американка никто за этим не следит а нужно бы поучиться у предков и так друзья мои на площади рынок сегодня я буду потихоньку заканчивать свое видео надеюсь вам было интересно впереди еще будет несколько интересных роликов обязательно подписывайтесь заходите смотрите и не забывайте пока пока и и Субтитры сделал DimaTorzok